И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, с вами Иван, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine, друзья. Сегодня у меня серия, которая будет посвящена великому, наверное, я бы даже сказал, событию, которое не каждому удастся увидеть в этой жизни. Да и такие события встречаются очень редко, которые мы можем наблюдать. Что именно за события, сейчас я и вам расскажу. Ну, в принципе, каждый человек на Земле сейчас может наблюдать комету под названием C-2020 Neowise. Почему она названа именно Neowise? Потому что она открыта с помощью телескопа под названием Neowise. Да, все логично. Ну что ж, друзья, давайте рассмотрим эту комету. И более того, я вам могу сказать, что мы даже побываем на этой комете. Да, это действительно грандиозное событие для сегодняшнего нашего дня, сегодняшнего нашего времени. И, кстати, друзья, всем тем, кто живет, ну, по крайней мере, в России, вы можете наблюдать ее сейчас в 2 часа ночи по Москве в направлении северо-востока, низко над горизонтом, где-то приблизительно, ну да, как я и говорил, в 2 часа ночи по Москве. То есть, даже вам не потребуется, ну, как, для начала, для начала, потому что сейчас, как бы, летний период, да, Солнце встает у нас очень рано. То есть, наблюдать комету сильно шибко не удастся, но буквально через 2 недели, через неделю даже, я скажу так, мы сможем даже уже наблюдать комету приблизительно даже при сумерках, уже в вечернее время. Вот. Ну, а пока что вы можете, в принципе, вооружиться небольшим крутым телескопом, слабеньким даже биноклем, либо, если у кого-то супер зрение, вы можете наблюдать эту комету. Ну что ж, давайте посмотрим эту комету, и, как я вам обещал, мы даже сегодня побываем прямо-таки на ней. Вот она, это та самая известная комета, которая сейчас пролетает в нашей Солнечной системе. Так, сейчас главное мне попасть на нее. Вот она, комета Neowise C2020F3. Теплый астероид, расстояние, ну, отсюда, то есть от Земли. И давайте максимально приблизимся к Земле, и посмотрим, каково будет расстояние до нее. Да, одна астрономическая единица, диаметр этой кометы 61 километр. Я скажу, что довольно-таки немаленькая эта комета, не дай бог, она столкнется с Землей, и это будет катастрофа. Почему именно она называется 2020? Потому что она была открыта совсем недавно, при пролете в нашей Солнечной системе. Так, температура 222 градуса. Так, ну, я так понимаю, состав в основном это, да, это грязный комок снега, как обычно говорят. Про кометы. Это кусок льда, покрытый пылью. Посмотри, какой шикарный хвост, да, согласись. Но, я так понимаю, то, что с модом он как бы смотрится неестественно, как-то все в пикселях непонятно. Но, если, наверное, наблюдать в реальности, пикселей вот этих, конечно, не будет. И, скорее всего, вот этого огромного такого синего-белого хвоста мы не увидим, а увидим вот такое вот белое напыление, даже я бы сказал. Ну, чем именно, наверное, велико это такое событие, это то, что оно проходит очень редко, и пролет таких комет тоже проходит в нашей Солнечной системе очень редко. Ну, наверное, последний пролет известной кометы можно вспомнить в 1997 году, когда пролетала комета Хейла Боба. Кстати, ребятки, в моих плейлистах по Space Engine можете почекать, кому интересно. У нас, кстати, есть видосик по комете Хейла Боба. Так, ну что ж, давайте приблизимся, наверное, давайте прям можно, в принципе, окунуться в пучину этой кометы, можно даже, наверное, на нее сесть. Так, сейчас самое главное не перелететь, а приземлиться на этот объект. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Что-то я не планировал прям совсем вот это вот все, но, да, здесь довольно-таки очень ярко, потому что идет испарение всего того льда, снега, который есть на комете. Так, поэтому мы видим, да, такой вот шикарный хвост, который ты можешь наблюдать, не знаю, в бинокль. Повторюсь, если у тебя суперкрутое зрение, то обязательно посмотри, найдешь и отпишись ко мне в комментарии под видео. Кстати говоря, на этой неделе, по-моему, или на следующей неделе можно наблюдать, будет эту комету уже даже в созвездии Большой Медведицы. Ну, в принципе, если рассматривать эту комету, она как бы особо ничем не примечательна. Да, как правильно написано, класс, это теплый астероид, и, в принципе, это все смахивает очень сильно на огромный кусок астероида. Такой вот огромный камень, я даже не знаю, откуда он к нам пролетел, блин, каким чудом он образовался. Возможно, из дальних границ пояса Койпера, или, скорее всего, наверное, из облака Аорта. Да, вообще, кометы – это такая непредсказуемая вещь, это впервые открытая такая комета, о которой, наверное, никто не знал, блин. Ну, всем известная комета Галилея, она, конечно же, намного известная. Если бы был пролет этой кометы Галилея в нашей Солнечной системе, мы бы, конечно, о ней узнали. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, комета Галилея должна нас посетить аж в 2036 году, или приблизительно в этот промежуток времени, я не знаю. Так, ну что ж, давайте попробуем опуститься прямо на поверхность, но здесь ничего особенного примечательного не увидим. Нам мешает, конечно же, испарение всего вот этого льда, снега, увидеть нашу планету Земля, Солнце, и даже поглядеть на нашу Солнечную систему. Но здесь мы можем разглядеть вот такие камушки, да. Вкрапления какие-то, я не знаю, небольшие впадины, кратеры. Я не знаю, от чего это произошло. Возможно, какие-то мелкие астероиды во время планирования данной кометы, мелкие астероиды все-таки сталкиваются с этой кометой. Так, ну, давайте, я не знаю, давайте подальше немножко отлетим от этой кометы. И попробуем рассмотреть ее сейчас с планеты Земля. Как эта красота вся выглядит в данный момент с планеты Земля. Конечно, я думаю, что в данном симуляторе мы особо реального не увидим, как она выглядит. То есть, вот такой всей огромной красоты, но хотя бы примерно, хотя бы примерно узнаем, увидим. Так, давайте куда-нибудь опустимся на материк. Допустим, я даже не знаю, я так понимаю, это, скорее всего, Южная Америка. И куда-нибудь вот сюда, на ночной небосвод опустимся и поглядим. Ого, это прекрасно, это прекрасно. Конечно, в данном симуляторе все это выглядит намного более увеличенным. Дабы это выглядело бы в реальности. Давайте посмотрим расположение Большой Медведицы. Где у нас Большая Медведица? Чтобы точно знать, правильно ли говорят ученые, что в скором времени будет видно это все созвездие Большой Медведицы. Так, непонятно. Здесь я почему-то не могу всего этого найти, различить. Но на ночном небе Бразилии можно было бы, на вечернем даже, я бы сказал, можно было бы наблюдать вот такую красоту. Это, конечно, больше смахивает на комету Хейла Боппа в 97-м году, потому что комета Хейла Боппа, она была наиболее заметна, она была наиболее ближе к Земле. И вот практически такой вот шикарный вид можно было бы наблюдать. Так, давайте немножко перемотаем время, посмотрим передвижение. Ну да, как я и говорил, то есть на рассвете можно наблюдать данную комету. Так, подожди. Давайте, можно в принципе рассмотреть, знаете, как можно посмотреть, как эта вся красота выглядит, наверное, с дальней планеты. Допустим, с Юпитера. Давайте перелетим к Юпитеру. Она, наверное, тоже так же будет очень крайне заметна. И даже крайне видна. Ну, хотя я могу сомневаться. Да, подожди-ка, стой. Я уже практически в атмосфере Юпитера. Так, нужно немного остановить время. Да, вот такая красота видна даже с Юпитера. Но я скажу, что в реальности все видно намного-намного меньше. Давайте попробуем еще раз пролететь, наверное, сквозь даже хвост кометы Нео-Вайз. Дабы мне на нее надо настроиться. Подожди, надо замедлить время. Комета Нео-Вайз. Перелетаем к объекту. Да, это реально круто. Это шикарно. Это, блин. Я прям даже жалею, что я продал свой телескоп, который я бы мог наблюдать. Потому что со зрением у меня некие проблемы. Нет, я не слепой. Я все вижу. Мне непонятно, почему вот такой вот синий оттенок. Это, наверное, как бы недостаток мода, скорее всего. А вот сквозь белый хвост мы можем пролететь. Да, испарение льда, испарение воды в открытый космос. Вот так вот все это примерно выглядит. Ну что ж, друзья. Я думаю, что данное видео вам понравилось. Обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Да, это была такая кратенькая серия, о которой... Событие, которого я хотел включить в наше прохождение Space Engine. Это действительно великое событие. Всем советую. Тем, кто не знает, как наблюдать за кометой. И смотрите по своей широте, где вы находитесь. Определяйте по часовому поясу наблюдения данной кометы. Возможно, у кого-то сейчас даже ее можно наблюдать в вечернее время. Вот. Ну что, друзья. Помните, и космос, и вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...